Небо мой, как часто и печально. 700 свечей у мемориала славы сотни жителей города. Под песню журавли Муслима Магомаева выкладывают фразу «Барнаул скорбит» и фигурку летящего журавля. Журавли, олицетворяющие погибших в Великую Отечественную войну солдат, стали символом людей, погибших от рук террористов в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Эти три дня, которые сейчас все мы проживаем, они тронули нас так, будто там погиб кто-то очень близкий человек. Такого просто быть не может, такого быть не должно. И сейчас очень важно, что люди в этом горе объединились. Страшнее всего, когда гибнут дети, потому что мы оба учителя, поэтому мы это прекрасно понимаем. Когда сегодня дочь пришла с института и сказала, что такая акция, я первым делом позвонила Ольге Михайловне и сказала, что мы должны быть здесь. Радует, что молодежь вокруг. Ну, а смотреть эти кадры просто невозможно. И до сих пор включаешь и боишься, что еще будут погибшие. Напомним, вечером 22 марта в Крокус-Сити-Холл ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по охране, зрителям и подожгли здание. Число жертв увеличивается с каждым днем. К этому моменту уже 139. Чудовищная расправа потрясла всю страну. Алтайский край не остался в стороне. Очень сложно говорить. Мы сочувствуем и сопереживаем всем семьям пострадавших, всем, кто погиб. Очень было тяжело смотреть новости, новостную ленту. Мы сопереживаем всем родным и близким, те, кто там был. И тогда даже те, кто выжил, они все равно получили огромные травмы. И мы здесь, чтобы показать, что мы за них сопереживаем. Желаем скорейшего выздоровления всем, кто был ранен. Акция «Журавли» проходит по всем городам России. Ее поддерживают десятки тысяч россиян. Люди размещают бумажных птиц на окнах, силуэты журавлей устанавливают в соцсетях, несут бесконечное море гвозди к мемориалам и зажигают памятные свечи. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком.